Судя по нашим аудиторным показателям, это одна из самых ожидаемых новинок российского рынка. Два года назад, когда этот Great Wall только появлялся, марка еще собиралась возвращаться на наш российский рынок. Фактически она вернулась прошлой осенью с пикапом Wingel, а это новый Great Wall Poir. Напомним, что Poir это не чай, а здоровенный рамный пикап, название которого навеяно английским словом Power. Технически это родственник рамного гряземеса Havail H9, но если внедорожник собирают в Тульской области, то пикапы возят из Китая. Габариты грузовой платформы 1520 на 1525 футов на 5 футов, как железнодорожная колея. Грузоподъемность Poir 375 килограммов, но понятно, что более чем 5-метровая машина с рессорной задней подвеской увезет и больше. Задний борт выдерживает 150 килограммов, а кроме того, есть вот такой гидравлический упор, который позволяет крышке не падать, а плавно опускаться. Комплектаций две. В базовый включен тканевый салон, 9-дюймовая медиасистема и 3-дюймовый экранчик посреди стрелочной приборной доски. Но на презентацию привезли, конечно, машины в топовом исполнении премиум. В комплектации у Poir заявлено богатой. Проще сказать, чего нет. А нет некоторых полезных в жизни вещей. Ну, скажем, верхняя точка ремня безопасности фиксированная, не регулируется по высоте. Нет настройки руля по вылету. Регулируется он только по углу наклона, причем в не очень большом диапазоне. Некуда положить очки, никакого очешника ни в потолке, ни в центральном тоннеле. Нет. И что уж совсем странно, по современным внедорожным кроссоверным меркам полагается ставить в салон розетку на 220 вольт. Здесь ее тоже нет. Зато по технике все прилично. Двухлитровый дизель специально для нас дефорсирован на 13 сил. Сочетается он с восьмиступенчатым автоматом ZF. Полный привод тоже серьезный, с электронно управляемой раздаткой BorgWarner. Есть понижающая передача. Передняя подвеска – пружинная двухрычажка. Сзади неразрезной мост на рессорах. А еще китайцы гордятся высотой штатного воздухозаборника, который позволяет преодолевать полуметровый брод. Ну что же, первое знакомство с Puer'ом сходу прошло в полевых условиях. Не скажу, что успел составить большое впечатление о машине. Осталось много белых пятен. Но какова будет судьба модели на российском рынке, ведь зависит только от вас. И Puer уже продается. Редактор субтитров А.Семкин